В принципе, пришли на такую достаточно нетехническую тему. Надеюсь, что она будет полезна, в это я верю. Хотелось бы сейчас эту презентацию провести в виде, так сказать, диалога, потому что буду задавать вопросы, хотелось бы получать на них ответы, чтобы понимать, понимаете ли вы, о чем идет речь, и интересно ли, есть ли смысл, в принципе, дальше продолжать. Пару слов о себе. В софсервис 2006 года за это время, придя, стал техлидом и потом сместился в менеджмент вертикаль. Сейчас проект менеджер на одном из проектов. Итак, начнем. О чем мы сегодня поговорим? Позадаем немного, наверное, неудобных вопросов, потом поговорим о том, что же такое ownership, что же есть вокруг, поговорим о том, что же у нас получается, если вот этот вот ownership отсутствует, поговорим о уровнях accountability на русском языке, подотчетности, и поговорим, что же, в принципе, делать, чтобы вот этот вот ownership у нас был. Итак, если никто не против, давайте начнем. И самый главный вопрос, с чего, в принципе, началась эта презентация. Достаточно часто менеджмент говорит, что у наших людей есть проблемы с ownership. Приходилось ли вам это слышать? Кто-то слышал такое? Нет. Ну, счастливые люди. Да, звичайно чуяло и сами с тем стыкались. О, да, тогда презентация будет интересна. Достаточно часто это приходится слышать. В принципе, ну, лично мне достаточно часто приходится это чувствовать, видеть. И давайте немного поговорим, что вообще это значит ownership. У кого есть какие идеи? Потому что слово, в принципе, есть понятие в английском языке ownership. Я пытался вот недели две найти что-то подходящее в русском, в украинском языке, и не нашел. Возможно, кто-то знает. Ну, прежде всего, это не значит своему делать этот тикет, например. А главное, чтобы проконтролировать, чтобы эта задача была выполнена. Есть какие-то другие... Браты на себя будут в дальность. Просто браты на себя будут в дальность. Я согласна с этим. Да. Вот брать на себя ответственность, ну, браты на себя ответственность, это уже ближе, хотя оно рядом. Но оно не попадает, вот это вот английское значение ownership. Давайте посмотрим с другой стороны. Вот с одной стороны, как бы менеджмент говорит, guys, у вас, ну, покажите ownership. Что есть с другой стороны? С другой стороны, приходилось ли вам, как техническим людям, говорить, либо же слышать, что ки, там, бэкенд говорит, guys, я это, это не моя работа, вот это вот вы чего-то там от меня хотите, либо же там фронт-энд говорит, ки, говорит, бэкенд говорит, не моя задача, делать вообще не буду. Либо же там, например, довольно часто приходится слышать, что пьема, вот человек говорит, пьема не дал мне там чего-то, не дал мне лицензию, не поставил мне environment, либо же компания мне этого не дала, я вот здесь вот сижу, жду, пока мне дадут. Ну, в таком, в китайском, в китайском стиле происходит. Либо же там, слышали вы, либо уже говорили, что, что-то типа такое, что обвиняли в чем-то команду, компанию, правительство, но сейчас достаточно часто это происходит. Либо же там какие-то критиковали, какие-то гражданские условности, civil society, ну и тому подобное. Это вот то, что есть с другой стороны. Случалось такое, видеть, наблюдать? Да, бывает. Но иногда это корректные ситуации, например, когда пьему или кто-то не создал аккаунт, например, в какой-то системе и нельзя выполнить работу, то это, в принципе, корректно. Но иногда бывают маразмы уже. Это не моя работа, это должен делать кто-то другой и так дальше. Ну, здесь, в принципе, как бы больше вопроса касается не того, что корректной ситуации, когда какую-то работу должен сделать продукт-менеджер, да, какую-то задачу, в принципе, менеджмент должен сделать, а больше вопрос того, что я сейчас вот ничего не делаю, потому что я не могу делать, я жду, пока мне дадут. Вот. Ну, я вот ничего не делаю. Но в этом случае человек должен делать что-то другое, например, изучить как-то ситуации, в которой он изучить что-то в этой среде, что он должен делать, даже если он не может это сейчас делать. Да, это правильно. Искать какие-то решения. И вот здесь вот вопрос. Откуда, в принципе, берутся вот такие вот вопросы? С чем они связаны? Вот про которые вот здесь есть на слайде. Рууд коз овз из исчез. Котивация бюрократии. Еще какие идеи? Неспособность принять решение и взять ответственность за себя, свою работу и за свою жизнь. Ну, это уже интересный вариант. Вот давайте посмотрим на это, вот попытаемся совместить вот эти две стороны. Когда человек говорит подобное, берет ли он ответственность, берет ли он овнершип за все, что происходит с ним. Либо же он просто обвиняет кого-то. Вот такой вот The Blame Game. Для меня это больше форма обвинения, на самом деле. Вот. И чего бы я хотел этой презентации добиться? Чтобы вы задумались об этих вопросах и, возможно, увидели какой-то вариант решения, возможно, изменили модель своего поведения, модель поведения в проектах, модель поведения с менеджментом, модель поведения с тиммейтами. Давайте посмотрим, ну, попытаемся разобраться, что же такое, в принципе, овнершип. И что есть, какие есть понятия рядом. Есть английское такое понятие accountability. На русском языке максимально близко – это подотчетность. Это когда люди ответственны за свои действия и их могут попросить отчитаться за них, рассказать, почему именно они сделали так. А есть такое понятие, как ответственность, которое вот мы сегодня слышали уже много раз. Это когда люди отвечают за собственные действия. Это вот они что-то сделали, человек что-то сделал, и он ответственен за результаты того, что он сделал. Овнершип – это немножко другое. Это когда человек в силу каких-то обязанностей, либо же отношений, либо же просто факта, он владеет действием, вопросом, куском проекта работы. И когда он владеет этим куском, то он отвечает не только за свои действия, он отвечает еще за то, что он не делает. А еще он отвечает за то, что он должен был бы сделать, но не сделал. В силу того, что он не знает, что нужно делать, в силу того, что он не умеет, не может. Но тем не менее, он отвечает за эту часть. И ownership не может менеджмент передать тиме, тим-мемберу, не может передать девелопменту, либо же кей. Ownership можно только взять. И вот здесь главный вопрос, почему человек должен отвечать за то, чего он не знает, либо же за то, чего он не сделал. Откуда такая необходимость, потребность, из-за чего? Снова вопрос про root cause. Что за этим? Any ideas? Меня слышно? Да. Значит, я бы сказал, что все сводится к деньгам и зарплате. Грубо говоря, мы как бы занимаемся не тем, чем нам хочется, а тем, за что платят деньги. Значит, достигаем некоторых целей, которые нужны кому-то третьему. Значит, и, собственно говоря, за вот эту вот разницу мы получаем деньги. Для того, чтобы достигнуть целей, может понадобиться предпринять какие-то действия. В том числе, которые не были изначально записаны, например, при поступлении на работу и т.д. и т.п. Так. Потому что иногда для того, чтобы достигнуть цели, нужные клиенту, приходится заниматься не только девелопментом, но и деплойментом. Всякими разными вещами, которые вроде как не относятся к девелопменту напрямую. Или за которые вроде как отвечают какие-то другие люди. Ну, это близко, да. А почему приходится заниматься? Потому что нужно заработать деньги. Потому что я получаю деньги за то, что я удовлетворяю клиента, грубо говоря. Не за то, что мне можно поиграться с крутыми системами, с офигенными кластерами, которые я в другом месте, может, и не найду. Это как бы, это фан. Это то, что доставляет удовольствие. А вот то, что мне приходится заниматься теми вещами, которые мне, может, и не нравятся, но которые нужно сделать для того, чтобы сделать клиента хэппи. И как бы за это я беру деньги, то есть все сводится к деньгам, по-моему. Ну, это близко, рядом, это хороший вариант. Давайте попробуем найти, возможно, попробуем зайти с другой стороны. Может, больше некому. То есть люди обвиняют, что это не моя работа и так дальше. Проще сделать самому и показать какой-то результат заказчику, что вот мы сделали, и мы сделали там овер что-то дополнительно, что мы как бы не должны были делать, но мы с этим справились. Это тоже часть мозаики. Что еще? Что вы видите? Вообще-то, когда мы пытаемся сделать эту работу, не так, как нам сказали, а лучшим чином. То есть, возможно, наш клиент даже сам помиляется. Он сказал, вот, сделайте так. Но мы посмотрели, сказали, что можно сделать другим шляхом, дешевше и более эффективно, и сказать, так клиенту, дивисься, можно это сделать лучше? Так, это внешний вид овнаршипа. Ну, то, про что ты говоришь, это внешний вид овнаршипа, как воно выглядит. А середине, благодаря этому овнаршипу мы это делаем. Потому что мы владеем этим вопросом, потому что мы лучшим чином знаем, пытаемся найти лучшие решения, потому что это на нас. То мы предлагаем клиенту какой-то лучший, дешевший, швидший, и более эффективный вариант. И мы показываем, чему самое так. Теперь, до наступного слайда. Был такой чувак, перейду на русский, был такой чувак, Джозеф Стэмп, он был директором банка Англии в свое время. И он сказал, что мы можем сколько угодно избегать ответственности, но мы не можем избежать последствий избегания нашей ответственности. И вот, как бы, это как раз касается того, что же происходит, если у нас мы не владеем каким-то своей работой, в принципе, своей жизнью, своей зоной ответственности в теме. Мы можем говорить, что это не наша работа. Мы можем говорить, что, guys, вы нам не дали чего-то. Это, в принципе, избегание ответственности. Мы ничего не делаем, в принципе, нас не могут обвинить. Но после этого последствия все равно будут. Если мы чего-то не сделали, значит, клиент будет unhappy, значит, менеджмент будет недоволен, значит, менеджмент менеджмента будет недоволен. Значит, это отразится в цифрах, в тех же самых деньгах. Это отразится на компании, это отразится на проекте, это отразится, в принципе, на карьере человека. Если же мы что-то делаем, мы владеем этим вопросом, мы за это отвечаем, это в любом случае отразится на нас позитивно. Если мы не делаем, это тоже отразится на нас, но уже не настолько позитивно. И здесь вот как раз и ответ на вопрос, почему мы должны думать о зоне некомпетентности в тех вопросах, которыми мы владеем. Почему мы должны владеть ими, и как бы зону вот этой некомпетентности уменьшать. Потому что последствия будут в любом случае. И давайте, забежал немного наперед, давайте немного пофантазируем, для того, чтобы еще больше прочувствовать, что же такое омноши, что оно может нам дать, и что мы теряем, если у нас его нет. Давайте представим, как мы относимся к машине, которую мы арендуем. Какие у нас, в принципе, эмоции, ассоциации, мысли, чувства, что у нас возникает. Ну, у нас есть страховка. Да, у нас есть страховка. Она, в принципе, покроет все. Что еще? Мы не турбуемся, что там что-то поломается в результате нашего использования. Так. Ну, главное, чтобы не сломалось, когда мы сейчас что-то там делаем. Угу. Покористоваться и отдать, и все. Да. И что дальше будет нас не циковать. Так. Тобто мы не думаем на перед, мы не думаем long-term. Так. Что еще я? Окей. Давайте подумаем, ну, давайте тогда подумаем с другой стороны. Как мы относимся к нашей машине? Той, которой мы владеем. Бережно. Бережно, нежно, с любовью, да? Что еще? Стараемся обнать ям. Так, да, медленно проезжаем лежачих полицейских, объезжаем ямки, думаем. Вот как мы относимся к нашей машине? Мы заботимся о ней. Мы заботимся о ней и сейчас, и завтра, и через год, потому что мы думаем о том, что это наша машина, чем больше мы о ней будем заботиться, тем дольше мы будем на ней ездить. Мы гордимся нашей машиной, мы рассказываем, я там сделал такой-то тюнинг, мы с нее сдуваем пылинки, и самое главное, что мы эту машину ассоциируем с собой. Мы воспринимаем ее как часть себя, как часть какого-то своего пространства, того, за которое мы отвечаем, которое мы владеем. С арендованной машиной такого нет, нам, в принципе, все равно. Нам главное, чтобы она не поломалась вот именно сейчас, чтобы те деньги, которые, как оно называется, те, которые мы дали в залог, чтобы нам вернули в полном объеме. Если что-то там поломалось, главное, мы как-то замазать, чтобы это не увидели. Можем там и обезьян перевозить, перевозить, как на слайде видно, там и по 6, по 8 человек, и мешки там с картошкой перевозить. Ну, почему? Потому что это не мое. Чувствуете вот эту вот разницу? В принципе, машина, и может быть та же самая машина, может там Accent тот же самый быть, или там Honda Accord. И в одном, и в другом случае, это будет та же самая машина с теми же самыми функциями, физическими способностями. Но внутреннее отношение к ней будет разное. Вот улавливайте вот эту вот разницу. Вот эта вот разница, она и есть ownership. И вот здесь вот такой вопрос, как это все применить к нашей работе. Чувствуем ли мы, осознаем мы, что работа, которую мы сделаем, она наша? Вот что у нас есть ownership над этой работой, над этими задачами, над частью проекта? Нет, конечно, это же outsourcing. Почему нет? Я сейчас не в плане работы, я сейчас вот как раз пытаюсь показать, что я говорю не про результат работы. Но отношение к работе. Если бы это был наш личный бизнес, вот, например, мой бизнес, я бы, наверное, относился к нему лучше намного, чем к аутсорсингу какой-то компании и так дальше. Правильно, но смотри, это же твой личный бизнес. То есть, это, вот, ты приходишь на работу, работаешь 8, 10, там, 6 часов, все по-разному, кто как может. Но это, это фактически ты являешься управляющим вот этой вот работы, которую ты делаешь. Ну, да, я понимаю, но не все люди это понимают. Я, например, работаю, я имею, например, бонусы и так дальше. От этого зависит моя зарплата. Есть люди, в которых зарплата не зависит от того, как они работают. И некоторым людям это просто день до вечера. Правильно. И с этим тяжело бороться, если честно. Я как раз вот этой презентацией хочу, чтобы люди, которые об этом задумывались, задумывались о том, что в любом случае это отражается на нашей работе, в любом случае это отражается на нашей карьере. И фактически в любом случае у нас это отражается на наших бонусах. Потому что бонусы могут быть не только те, которые мы получаем в конце месяца, да, а повышение зарплаты через полгода – это тоже бонус. Он может быть, а может не быть. И он зависит от того, как мы относимся к работе. Чувствуем ли мы, что мы ответственны, что работа наша. И сейчас мы как раз подошли к таким уровням персональной подотчетности, что ли. Вот когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, то на самом низком уровне мы можем даже не знать, что есть такая проблема. Мы там узнаем, когда последствия будут настолько масштабные, что это до нас дойдет. Как только оно до нас дошло, сразу, что дальше мы можем делать? Мы можем обвинять окружающих, говорить там, это ваша проблема, вы там что-то не сделали, что-то не дали. Потом, немного подумав, вдруг мы можем понять, что проблема-то наша. И здесь вот начинаем, ну, как бы еще один уровень, мы начинаем извиняться. Говорит, ну, сори, так вот получилось, да, действительно, моя проблема. Сори, it happens. Еще поднявшись выше по вот этой вот пирамиде, находится такое состояние, когда мы начинаем надеяться, начинаем ждать. Ну, вот такая поговорка, вдруг рассосется. Ну, там пусть пройдет время, и, ну, все будет таки, и как-то оно там пофиксается. Еще поднявшись выше, вдруг, ну, немного подождав, наступает осознание, что, ну, не рассосется. Что, если проблема есть, и проблему не фиксать, то это может вырастить там в катастрофу. Если там есть какая-то бажина, мы там кое-как ее зафиксали, там не провели полный тестинг, ну, надеясь, что все будет окей, пусть она уходит в релиз, продакшн, то потом оно вернется, ну, потенциально может вернуться, и потенциально может вернуться к нам. И, поднявшись еще выше, мы вот начинаем чувствовать вот то, что эта проблема наша. Вот начинаем чувствовать вот этот вот ownership, что мы ответственны за эту проблему, мы ответственны за ее решение. И дальше мы начинаем искать какой-то solution этой проблемы, находить решение, создавать решение. Следующий уровень мы начинаем вот эту вот проблему фиксать. Это относится вот эта вот пирамида, вот эта вот лесенка, вот эта вот, она относится и к технической стороне, она относится и к менеджменту, она относится к любым событиям в жизни тоже. Вот мы начинаем фиксать проблему, и на самое вершине мы начинаем задуматься о том, что хорошо, окей, мы получили новый опыт, это все наше, мы осознаем, что вот это вот наша зона ответственности, что же нам сделать, чтобы вот таких вот проблем не было дальше. И вот здесь вот наступает вот такой вот полный ownership над определенной зоной. Есть какие-то вопросы по этому? Как это пофиксать? Просто есть, в принципе, два типа людей, люди думают как менеджеры, что нужно пофиксить проблему, другие люди просто don't care про эту проблему и все. И там, ну, они просто за это не парятся. И как людей убедить что-то делать, это сложно, потому что иногда там даже люди с лишним весом не могут справиться там, потому что они просто не хотят ходить в спортзал или что-то типа того. А в работе это еще сложнее. Ну, спасибо за этот вопрос, это классный вопрос. Давай я отвечу на него в конце, там у нас ослалось три слайда, мы быстро по ним пройдемся. Ну, это классный вопрос. И что, в принципе, что делать нам, если мы вот это вот осознали и понимаем? В принципе, принять 100% ответственности за собственную жизнь, за собственную работу, за свои обязанности и, главное, за результаты этого всего. Это значит, что мы там не обвиняем остальных, мы не жалуемся, мы не делаем извинений, мы не говорим, что вот кто-то нам что-то даст, будет лучшее условие, и в этих лучших условиях мы будем действовать лучше. И вот о чем важно помнить, что это классный вопрос, раньше был про аутсорсинг, что на самом деле, даже находясь в компании, даже находясь в теме, можно воспринимать это как собственный бизнес и воспринимать это как мы сами управляющие, мы все собственной вот этой части работы, и мы за это ответственны. И на самом деле нет каких-то там других людей, которые все время нас будут пушить тогда, когда менеджер не видит, чем мы занимаемся. И вот эти вот изменения, они кажутся маленькими, и для того, чтобы воплотить эти изменения в жизнь, вот немного начать думать по-другому, нужны маленькие усилия и нужно мало времени, но к результатам они приводят просто огромное. И вот про маленький кусочек времени, что нужно всего время, чтобы начать двигаться к какой-то своей мечте, нужно всего минуту, чтобы поставить больше цели, нужно всего минуту, чтобы начать воспринимать, повысить стандарты своей работы до стандартов мирового уровня, нужно всего минуту, чтобы придумать вот такой вот экстра-эффорт, который заставит там кастами рассказать вау. Нужно там минуту, чтобы подумать, как же сегодняшний день сделать лучше, чем он был вчера. И нужно минуту, чтобы сделать лучший выбор в сторону лучшей жизни. И вот здесь вот главный вопрос, вот владеем ли мы этой минутой, наша ли эта минута, относимся мы к ней как к нашей. Это вот главный вопрос, я надеюсь, что кто-то задумался, кто-то начал думать немного по-другому. Спасибо за презентацию. Сейчас я хотел бы ответить на вопрос, который задали. Как заставить человека, ну, допустим, заставить человека, у которого лишний вес, сбросить его, да, ходить в спортзал, на такой вот аналогии, на самом деле никак. До того момента, пока он не чувствует, что это его проблема, пока он не осознает, что это есть проблема, он ничего не будет делать. И все, что можете вы сделать, вы можете ему задавать вопросы, отвечая на которые, он начинает думать и начинает смотреть немного с другой стороны. Может, ему не надо сбрасывать вес, может, он все время хотел быть таким. Ну, припустим, у меня есть знакомый, и у него лишний вес, и он говорит, у меня все плохо, у меня лишний вес, мне нужно ходить в спортзал, но мне так тень, у меня нет времени на это, нужно постоянно бежать на работу, на работе куча проблем и так дальше. Можно я прокомментирую? Да, я просто, хорошо, да, комментирую. Есть такое психологическое явление, ты не можешь заставить человека захотеть. Да, и да, и нет. Психологически ты не можешь заставить человека захотеть, потому что ты не можешь ему это чувство вселить внутрь. Но если задать человеку вопрос, то он может задуматься, но он попытается найти на него ответ, если он тебя слышит. И вот здесь у него может появиться вот это вот желание. Отвечая на вопрос вот про человека, который говорит, я бы ходил в спортзал, но у меня нет времени, ты можешь задать ему вопрос, хорошо, а как мы можем найти время, как ты можешь найти время? Нужно ли тебе находить это время? Если ответ на нужно находить это время, окей. Если ты ему хочешь помочь, задай ему вопрос, как ты можешь найти время? Люди обычно делают... Есть еще один тип людей, когда ты задаешь им такие вопросы, они загораются, начинают что-то делать, но спустя там неделю, например, все затихает и дальше все как было. И обычно они не доделают все до конца, то есть начинают какое-то дело, делают, 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 потом, блин, до конца так долго, хотя там осталось 10% и все. Да, много интересных минут, это не только одно такое явление. Есть в Индии такое классное выражение, что каплю воды можно сберечь от высыхания, если бросить ее в море. Если человека окружает много людей, которые ходят в Макдональдс и не занимаются спортом, и вот такими вопросами ты его зажег, он начал ходить в спортзал, начал, ну, как-то меняет свою жизнь, там начал терять вес, и вокруг него неблагоприятное окружение, то очень низкая вероятность, что он продолжит ходить в спортзал. И если есть, грубо говоря, если есть тема, да, команда, и в ней никто не чувствует вот этого ownership, ответственности за продукт, можно зажечь одного человека, но если не зажечь остальных, не начать менять полностью тиму, то есть большая... Менеджер не станет делать это каждый день. Да, но задача менеджера делать это каждый день, и делать это каждый день с каждым человеком. Тогда происходят изменения, и тогда появляется вот это вот море, в которых сохраняется каждая капля. Если менеджер не видит результата, то нужно что-то менять, например, менять персонал, или кого-то из людей, чтобы улучшить как-то ситуацию в тему. Решений может быть много. Какие есть еще вопросы? А может, у тебя из профессиональной сферы есть какие-то случаи в Санцерви, о которых ты можешь рассказать в твоей команде? Да, могу рассказать. Вот случай, который меня очень сильно удивил, в одной из моих команд был человек, который... Я не видел в нем ownership, не видел в нем ответственности за то, что он делает, и в принципе я думал, что невозможно ничего поменять. Ну, произошло чудо, человек смог зажечься, и с помощью вопросов наталкивая его на то, что он ответственен за то, что он делает, за свою жизнь, за вот эту вот часть проекта, за те обязанности, которые он делает. Он смог стать очень активным членом команды. Ну, это не тактично было бы называть проекты личностей, но такой вот пример. Это меня очень удивило и показало, что работать можно со всеми людьми. У меня один случай был, когда человек был очень ownership, но не очень responsible. Он набирал на себя много ответственности, но никогда не доводил какие-то задачи до конца, и получилась проблема, что он что-то брал на себя, а потом не заканчивал в сроке, и другие люди страдали, потому что должны были доделывать это за него. Смотри, какая штука. Responsible – это вот один уровень, а ownership – он намного больше. Человек не может быть с высоким уровнем ownership, но с низким уровнем ответственности. Если у человека уже есть высокий уровень ответственности, это чувство того, что он за все отвечает, ownership у него появляется уже попозже. И тот случай, про который ты говоришь, скорее всего, там что-то другое было. Есть такой тип людей, есть стандартные какие-то паттерны, как это можно решать? Ну, это не получилось решить, потому что человек набирал на себя столько, сколько он, в принципе, не мог сделать. И говорил, я это сделаю, потому что я хочу повышения и так дальше, я хочу быть лидом. Он набирал на себя кучу таск и фейлил эти все таски. Хорошо. А кто это видел? Что он набирает в себя столько, что не сможет сделать? Менеджер видел. И менеджер это позволял делать? Ну, в первое время позволял, потом нет. Потому что это был старт проекта, и никто не знал, что это за чувак. Ну, это нормально для старта проекта. Главное, что потом все профиксовалось. Ну, потом его уволят. Иногда, смотри, иногда человеку нужно позволить вот взять на себя очень много и понять, что столько он не может потянуть. Ну, лично для него. Но всегда нужно иметь бэкап-план, что кто-то сможет это все захэндлать, что commitment team не будет захэндлён. Ну, смотри, когда человек столько набирает на себя, ему можно позволить столько набрать на себя. Значит, должен быть другой человек, который взял намного меньше, и который в случае чего сможет ему помочь. Ну да, но если такой бэкап делать, то есть на каждого человека еще один человек, то лот команды будет не совсем хорошим. Да, ну, если в команде, смотри. Вот по скараму, например, когда первый спринт, берем как можно больше тасок без бэкапа, просто смотрим, какой власти команды, власти каждого человека. Но когда это третий спринт, например, и уже знаем, что власти такой-то, но этот человек все равно берет и это делает как-то по-другому, и потом не может синтегрироваться, говорит, что я это правильно делаю, когда заказчик говорит, это не то, что я хотел. Личное ваше испытание на прочность. Да, да. Но в чем вопрос, в чем проблема? Это проблема суток человек, потому что потом спрашивали предыдущих PM из предыдущих компаний, там тоже были такие же проблемы. То есть есть просто люди, которые неисправны. Смотри, все растут с разной скоростью, но все равно человек к чему-то идет. И для того человека, про которого ты говоришь, возможно, ему нужно набрать определенный багаж опыта для того, чтобы начать меняться и вдруг осмыслить, что что-то он делает не так. Осознать и перейти на уровень выше, что на самом деле проблема его. Скорее всего, он, наверное, обвиняет окружающих, что что-то ему мешают, не дают. Ну да. А какие подходы ты используешь, чтобы мотивировать свою команду брать на себя обязанность? За какую-то зону проекта? Смотри, ну, я считаю, что человек должен делать то, что он хочет. Что мы сюда пришли, потому что мы любим то, чем мы занимаемся. и классно. Но я стараюсь распределить так, чтобы человек сам взял какой-то кусок работы, за который он отвечает. И чтобы человек понимал, что взяв больше, он получит больше опыта, который продвинет его выше по карьерной лестнице и продвинет его выше к своим целям лично. Я ответил на твою вопрос? Да, спасибо. У меня больше нет вопросов. Я хочу обратить внимание на то, что там печатают мальчики наши в сообщениях. Видишь, не видишь? Нет, я не вижу. У меня золочился ком. Я наслаждаюсь сообщением. Что там? Наверное, то, что пора закругляться, да? Не, 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 не. Хорошо. Как я отношусь к людям, которые... Что-то... Да, вот. Не, не, все, все. Часто менеджеры делегируют обязанности другим людям, даже не интересуясь, будет ли это им интересно. Ну, на самом деле, я считаю, что делегирование хорошо, но если делегация происходит вот просто на сделай, то, наверное, это не очень хорошо. Я считаю, что нужно интересоваться, нужно ли это вообще человеку, хочет ли он это делать. Ну, и на самом деле, ответственность того человека, которому делегируют, сказать свое мнение, решить для себя внутренний конфликт, готов к правилам тимки компании, либо он выбирает для себя свои личные интересы. Да, но иногда бывает, что какие-то работы нужно сделать, потому что это нужно сделать, и тогда эта работа распределяется между членами команды. Хорошо. А предлогие сами скажут менеджерам что-то про таск, какие им натикавище идут сквилеты в твиттерах? Назначился холивор. Ну, в принципе, это зависит, наверное, от предлогих. Одни говорят про неинтересные таски, другие просто молчат и идут на фейсбуке жаловаться, ругать менеджера. Ну, наверное, это все относится от того, насколько прозрачные отношения, насколько доверительные отношения между предлогими и менеджерами. Ну, наверное, уже ничего не сделаешь, если есть неинтересные таски, кто-то из команды по-любому должен ее сделать. Ну, да. Ну, есть люди, которые способны и которые могут делать неинтересные таски. Но в жизни всякое бывает. Если ты хочешь достигнуть каких-то долгосрочных целей, то тебе, ну, на твоем пути будут встречаться неинтересные таски. Будут не только интересные. Ну, это нормально. То же самое и в жизни. Не мыл посуду месяц, потому что это неинтересно. Потом на кухне нет вообще. Да, потом тараканы начали бегать. Окей, ребят, есть еще вопросы к Богдану? Ну, здесь дальше есть как бы от Ивана вопрос. Их типа мотивирует, что тебе это пригодится в будущем, а еще апрайзов скоро. Но разная бывает мотивация. Ну, в принципе, но сгідно с Александром, что главная проблема всех людей это отсутствие языка, чтобы дать зворотный звездок. Это очень важно использовать язык для того, чтобы говорить. Ребятки, есть еще вопросы к Богдану? В принципе, у меня такой вопрос. Что делать, когда команда свалилась в Blame Game? Смотри, если пытаться работать со всей командой сразу, то ты ничего не сможешь делать. Вот собирать всех на митинге и начинать говорить, ребята, ну, блин, у нас же есть коммитмент, мы же взяли на себя ответственность, мы должны это сделать, мы же все профессионалы. Но они будут просто говорить, ну, блин, я же делаю все, что от меня зависит, а вот тот вот Вася не делает. Мой подход это на ван-он-ванах с каждым решать, ну, пытаться изменять процессы. На ван-он-ванах. То есть меняя процессы персонально с каждым человеком будет меняться и сама команда. Но быстро не получится. Спасибо. Пожалуйста. Ну, если найдешь быстрое решение, очень буду рад, что поделишь. Разогнать команду и собрать новую? Ну, тогда у тебя будет шторминг, тебе нужно будет время, чтобы собрать новую команду. и не факт, что ты не столкнешься с этой проблемой. Иногда, смотри, иногда, когда ты меняешь одного человека в команде, либо же добавляешь еще одного человека, либо же убираешь одного, либо же просто меняешь одного на другого, у тебя получается совершенно другая тема. Это тоже может быть решением. Спасибо. Пожалуйста. Ну, все одно получается, Жень. Да. Спасибо большое тебе, Богдан, за сегодняшнюю презентацию, за Holy World, который тут поднялся. Я думаю, что это тема на самом деле ни одной беседы и ни одной презентации. It depends. Все зависит от людей, потому что мы все работаем с людьми, и мы сами являемся людьми. с каждым из нас где-то можно договориться, где-то можно не договориться. Вот. Я права? Да. И это очень интересно. Да. Спасибо большое еще раз тебе. Спасибо вам, приглашать еще. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Пока.